Конкурс проходит в Анапе ежегодно, уже более пяти лет. Особенность конкурса в этом году – спортивная часть соревнований прошла на настоящем военно-спортивном полигоне. Изначально было заявлено 11 человек – это студенты высших и средних специальных учебных заведений и трое ребят-школьников. До финального этапа добралось только семь участников. У четырех уважительная причина – больничный. Многие ребята волновались. Это можно будет заметить по самому выступлению. Ну, готовятся репетиции и, думаю, все у всех получится. Ребята настолько разные, что выбрать одного лучшего очень нелегко. Жюри оценивает не только физические данные участников, проверяет смекалку, находчивость, чувство юмора и способность ориентироваться в любой жизненной ситуации. Будущие защитники Родины блистали талантами в творческом конкурсе. Молодые люди легко попали в ритм вальса, взяли высокие ноты в песнях и проявили актерское мастерство. Владимир Черный в составе жюри во второй раз. Оценивает с удовольствием. Конкурс нужный и важный. Парни должны понимать необходимость и значимость профессии защищать свою Родину. Здесь как бы больше нужно было продемонстрировать свои умственные, так скажем, способности и способность ориентироваться в неожиданной обстановке, так сказать, блеснуть своей умом и эрудицией, что ребятам вполне, я считаю, удалось. Данилу всего 17, но он уже определился в выборе на несколько лет. Хочет в армию, мечтает быть десантником, ведет активный образ жизни, занимается спортом и играет в театре. Недаром такой бравый парень и стал первым. Тот, кто ставит цель и уверенно идет к ней, всегда достигает больших высот. Ребята меня поддерживали, пели песни разные вместе со мной. Какое тебе издание понравилось? Мне больше всех, наверное, ситуация. Это мой конек, не знаю, так сказать. Люблю придумывать. Сразу после вручения грамоты победитель звонит папе и делится впечатлениями. Папа для него пример, повод для гордости и близкий друг. Они рады очень за меня. Папа сказал, приедет с рыбалки, обнимется, сказал, что я за всю Анапу. Самый главный болельщик – брат-близнец. Человек, который чувствует и понимает Данила с полуслова. Эмоции переполняли меня. Я был очень рад за своего брата. Болел за всех своих сил. Это было очень трогательно. Я рад, что он победил. Это счастье для меня. В отличной физической подготовке ребят и в их готовности служить Родине сомнений нет. Ряды российской армии пополнятся достойными защитниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова